Добрый день, мы находимся в офисе храма Джона Леннона и хотели бы задать вопросы некоторые по моделям храма, которые здесь выставлены. Вот одна из моделей храма, которую мы видим. Самая большая. Самая большая модель, да. Это в 60-х. Угу. И в принципе, теоретически, речь идёт о том, что вот в таком виде храм и есть мечта его такой построить, да? Да, да. Храм – это скала, рукосморная скала. Это как бы кристаллическое образование. То есть это как бы сама музыка. Угу. Музыка рок and roll and beat and love. Она не может быть определённой формы, традиционной формы. Она, на мой взгляд, именно такой формы, с которой может ассоциироваться человеческая душа. На мой взгляд, если меня, например, разрезать и поискать внутри душу, то как раз тот, значит, ну, скажем так, хирург, он увидит какое-то пространство внутри меня, очень похожее на храм. Вот у меня такое ощущение. То есть это будет неправильное образование. Я бы сказал, авангардное. Может быть, даже сюрреалистическое. Войно. Может быть, даже странное. Да, странное. А вот ещё одна замечательная модель вращающейся храма. Вот в центре нашего офиса, в центре офиса храма, в центре нашего стола, как моя душа находится именно та истинная, исконная, я бы сказал, модель храма, которая появилась в 90-м году в моём сне. В 90-м году, после дня рождения Джона, 50 лет Джона мы отмечали в Петербурге, гости из Ливерпуля, было 5 концертов, а не один, с 9 по 13 в юбилейном, в зале с хорошим названием. Шли беспередные концерты, около 20 групп Питера, играла музыку Битлс, и это всё настолько меня потрясло, завело, что моя душа сработала и выдала картинку храма, которую я тут же реализовал на бумаге. Я помню, я спустился с нар, схватил какие-то карандаши цветные и быстренько нарисовал вот то, что вы видите в центре моего стола, в центре моего офиса. Это получилось здание скала, как бы всё-таки не рукотворная, а всё-таки такая натуральная скала. Натуральная, я бы сказал, честная скала. Но на этой скале нечестно возлежат два совершенно чистейших, совершенно прозрачнейших и идеальнейших шарика. Один шарик Love, второй шарик Peace. Я очень близко к себе, к своей жизни принял слова Джона Леннона, которые я постоянно слышал в 69-м, в 71-м году, в 70-е годы. Я слышал постоянно, как Джон, показывая два пальца, знак победы, в публике, Джон говорил, love and peace, brothers. Ну вот так вот. Ну вот ещё важно об этой модели сказать. Да, вот хорошая модель в углу. Это дерево, бумага, песок, картон, стекло, естественно. Вот эту модель сделали профессиональные макетчики. Та модель, которую вы видели на столе, это керамика. Это сделал я. Это первая была моя попытка, как бы, реализовать идею храма. Построить храм. Первая попытка построить храм, вот вы видите, как раз, вот этот храм высотой 60 сантиметров в центре офиса, в центре стола. Это керамика, это сделал я. Я её делал очень долго, ну, на мой взгляд, полгода. Пока я достал все эти материалы, пока я обжигал, два раза обжигал, может быть, больше. Это было связано с массой забот. С массой забот. В конце концов, я её сделал. Вот она, она стоит. Один человек построил один храм. На самом деле, вы видите, здесь в офисе сейчас больше 10 моделей храма. Есть ещё керамические модели храма. Вот я бы хотел, чтобы Паша снял ещё одну мою любимую модель храма, беленькую. Вот она здесь находится, за фигурой Джона. Вот эта модель храма. Да, да, да. Это тоже керамика. Керамика. И вот ещё одна большая модель храма. Тоже керамика. И тоже два шара, вы видите. Peace and all you need is love. Синий шар, как небо летом. Peace. Give peace and chance. И большой шар будет похож на солнце. Оно будет переливаться, оно будет мерцать. Оно будет вспыхивать и исчезать. Оно будет то прозрачным, то жёлтым, то чёрным, то белым. И на нём всегда будет мерцать эта одна и та же великая, великий месседж, великая строчка, великий гимн любви. All you need is love. Любовь превыше всего. Мы, фаны Битлз, говорим, что Битлз открыли нам, безусловно, великую музыку, но love, peace and freedom, вот эти три ипостаси, эти слова появились с музыкой Битлз.